Всем привет! Вы находитесь на канале Васильев. И давно уже стало понятно, что вам нравятся видео, в которых что-то ремонтируется и чинится. Сегодня мы с вами будем чинить микроволновку. Вам часть! Зверь! Пригодится. Можно тут прочитать. Нет, видно вам. Короче, суть в чём. Крышку я уже снял. По-быстренькому расскажу сейчас, как и чё и почему. Если б у вас микроволновка, вы включаете её в розетку, а она вообще не реагирует. Ну, у меня, видите, панелька реагирует. Это уже ясно и понятно будет, куда копать. Если б она у вас не реагирует вообще при включении в розетку, снимаете крышку. Вот здесь блок питания. Возьму сейчас красный маркер, чтобы было видно. Вот здесь вот находится предохранитель. Как он называется правильно? Керамический. Ну, короче, получается, вытаскиваете его отверточкой под деле. В моём случае я просто взял одну жилку. Вот видно, нет будет от... Ну, провод многожильный, взял одну такую жилочку. Сюда её подмотал, поставил. Всё работает. Микроволновка функционирует. Это раз. Во-вторых, здесь есть внизу, вот здесь вот конденсатор. Это трансформатор, это магнитрон. Я очень по-быстренькому. Здесь есть высоковольтный предохранитель. Вот здесь он расположен. Открыли, посмотрели. Заранее щёлкнув вот так вот об корпус конденсатора, чтобы он стоком не побахнул. Замкнули его на корпус, замкнули между собой. Разобрали, посмотрели, целый, не целый. Если фон целый, у вас микроволновка должна встать вот в такой режим. То есть, приборная панель работает. Выбираем режим готовки. Нажимаем старт. Таймер идёт. Микроволновка не жужжит, не греется, не парится. Что с этим делать? Сейчас объясню. То есть, получается, приборная панель у вас работает, кнопки все работают, дверка открывается, закрывается. Всё в порядке. Но, здесь пищит, что он работает. Сейчас я даже включу фонарик, чтобы он лучше видно было. Наверное, лучше вот этот. Вентилятор не крутится, трансформатор не гудит, магнетрон не фурочит. У меня для этого есть... Сейчас покажу, где она, где она, где она. Вот токенская проволочка. У меня нету под рукой вольтметра, и я не могу сейчас в данный момент ничего прозвонить. Я решил пойти кратчайшим путём. Сейчас покажу. Вот здесь, в углу, когда открываете дверку, находятся кнопочки. То есть, чтобы ни в коем случае микроволновка не начала работать, когда открыта дверка. Здесь вот эти блокировки, крючки, они входят в зацепление с кнопкой. Кнопка создаёт замыкание, что дверка закрыта, и микроволновка начинает работать. Мы, получается, достаем первую кнопочку. Вот так вот её снимаем. Сорян. Оп. Я её оттуда уже выковырил, она у меня там, в глубине стояла. Убираем её пока в сторону. Берём проволочку. Загибаем её буквой Г. Вставляем с одной стороны. Вставляем с другой стороны. Так, её аккуратненько размещаем, чтобы она ни в коем случае ничего не задела. Вот она, чтобы на весу находилась. Закрываем нашу дверку. Включаем в розетку. Индикатор сработал. Нажимаем разогрев 10 секунд. Старт. Вуаля! Микроволновка прекрасно работает. Греет, функционирует. Чашка крутится. Вот и всё. Когда работает индикатор, но не работает микроволновка, проверяйте кнопочки на двери. Легко и просто, без всякой прозвонки, контрольки. Ну, действительно, если у вас даже панелька не работает, тогда вам нужно проверить. Предохранитель раз. Предохранитель высоковольтный два. Обязательно разрядите конденсатор. Здесь бывает ещё на самой панельке внизу третий предохранитель. Ну, у меня такого нету. Ну, вот, в принципе, и всё. Теперь мы либо разбираем, ремонтируем эту кнопочку, либо по марке и модели, вот здесь написано, ищем кнопку и меняем её. Ну, а можно просто по колхозному вот эти два провода соединить и запомнить, что микроволновка с открытой дверкой тоже будет срабатывать. Ну, её можно увезти на дачу, и там она ещё долгое время будет служить и радовать нас, разогревая нам продукты. Ну, вот это, в принципе, и всё, что я вам хотел сказать по поводу ремонта микроволновки. Как всегда, быстро, просто, без рассусоливаний. Внизу под видео, вот здесь вот получается, находится кнопка подписаться. Нажмите её, пожалуйста. Только ваша подписка стимулирует нас снимать и снимать больше и больше для вас интересных видео. Действительно, ну что, вам жалко, что ли? Нажмите кнопочку подписаться, чтобы быть подписанным. Также внизу лайк, либо дизлайк. Ну, и оставьте комментарий, что вы думаете по этому поводу. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться.